Время, когда сбываются мечты Доброе утро, уважаемые наши слушатели! В студии журналист Альбина Ухтова. Я приветствую наших маленьких слушателей, которым посвящена эта программа. Нашим российским детям, чье детство, в чем мы абсолютно уверены, должно быть только радостным и счастливым. По крайней мере, мы все взрослые хотим и очень желаем этого. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, сегодня на нашей планете каждый третий ребенок недоедает. Каждый второй имеет хронические заболевания и не имеет постоянного места жительства. Эти факты и цифры заставляют задуматься. И задуматься всерьез. Ведь дети – наше будущее. Возможно, для кого-то это пустые слова. Для тех, кто с тревогой думает и беспокоится за день завтрашний, эти слова – призыв призадуматься о судьбах наших детей сегодня, чтобы завтра не было поздно. В День защиты детей следует вспоминать и говорить не только о прелестях и радостях детства, а наоборот – обращать внимание на проблемы подрастающего поколения, среди которых такие, как права на жизнь, здоровье, образование, отдых, свободу мнения и выбора религии. Очень актуальны сегодня проблемы детей из малообеспеченных семей, инвалидов и сирот. Не стоит забывать и о преступлениях против детей, с которыми необходимо бороться. Никто не станет спорить. Именно воспитание детей во многом определяет будущее любой страны. Что посеешь, то и пожнешь. Неоспоримый принцип, который призывают вспомнить, что именно в детстве формируется личность, а значит и будущее общество. Отмечается Международный День защиты детей уже давно. И постоянно остается актуальным. Ибо положение детей в мире, да и у нас в стране, чего уже греха таить, лучше не становится. И тем не менее, это праздник наших детей. И пусть каждому из них сегодня и в продолжении всего их детства будет светло, уютно и радостно. Ведь детство не возвращается. Именно в нем закладывается жизненная основа. Начинаются формироваться самые лучшие человеческие качества. Именно поэтому детство должно быть окружено любовью всех окружающих, светом добра родителей, родных, близких, всех нас, на глазах которых и растут малыши, уверенные в счастливом будущем. Время, когда сбываются мечты. Не правда ли, сколько надежды и оптимизма в этом словосочетании, философски наполненном и оптимистически настроенном. Дети имеют право не только быть защищенными от всего и вся, но расти в нормальных условиях, не опасаясь за свою жизнь, без страха и ужаса. Сегодня в нашей республике, как и в стране в целом, пройдет ряд крупных мероприятий, посвященных этому празднику. Да, именно празднику, хотя и называется он Днем защиты детей. А мы начинаем нашу специальную программу «Время, когда сбываются мечты» с обращением главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова, председателя правительства Аслана Озова и спикера парламента Александра Иванова в связи с отмечаемым сегодня праздником детства. И вот что говорится в тексте обращения руководителей нашей республики. Дорогие жители Карачаева Черкесии, примите самые теплые и искренние поздравления с праздником, международной Днем защиты детей. В первый день лета весь мир отмечает праздник, напоминающий о том, как важно беречь и любить детей, заботиться об их безопасности и стабильном будущем, делать все возможное для того, чтобы каждый день их жизни был наполнен счастьем и радостью. В Карачаево Черкесии проживают более 100 тысяч детей. Это наше богатство, будущее нашей республики и нашей Родины России. Именно для них мы возводим и благоустраиваем детские сады, школы, новые спортивные комплексы и залы, дома культуры, принимаем меры по повышению качества образования и здравоохранения в регионе, поддержка семьи и материнства, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья, были и остаются для нас приоритетными задачами. Спасибо всем взрослым, родителям, приемным семьям, педагогам и врачам и другим людям, которые окружают наших детей лаской и заботой, прививают им любовь к труду, к старшим, к своей малой Родине и стране, к окружающей природе. Дорогие земляки, желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, отличного настроения, новых жизненных сил и успехов, мира и добра каждой семье, каждому жителю Карачаевой Черкесии и России. Говорится в обращении главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова, председателя правительства Аслана Озова и спикера парламента Александра Иванова. Дадим шар земной детям, дадим хоть на день, Как праздничный яркий подарок, Пусть с ним играют, пусть с ним играют, И песни поют среди зост. Дадим шар земной детям, дадим хоть на день, Надежные детские руки, Пусть с ним играют, пусть с ним играют, И песни поют среди звезд. Дадим шар земной детям, Как яблоко дадим, Пусть едят они в гостях, Хотя бы день один. Дадим шар земной детям, Как теплый хлеб дадим, Пусть едят они в гостях, Хотя бы день один. Пусть хоть день шар земной знает, Как им бывает доверье, Пусть хоть день шар земной узнает, Как им бывает доверье. Тот дадим шар земной детям, Пусть десятки четвыше. В мостях, Пусть свердцем яблоко дадим Пусть с ним играет, Пусть счет племеней летящих звезд. Пусть хоть день шар земною знает Каким бывает доверие Пусть хоть день шар земною знает Каким бывает доверие Таким шар земной день там Дадим возле день Из рук наших дети возьмут шар земной Посадят деревья, деревья пресветья Дадим детям шар земной Дадим шар земной детям Дадим шар земной детям Дадим шар земной детям Дадим шар земной Дадим пустой земной Субтитры создавал DimaTorzok Они видят ласки и добра. Они видят, но в казенных стенах. А так хочется, чтобы не было нужды в таких домах, как наш, говорит главный врач республиканского дома малютки Алексей Казаченко. Как бы они здесь не жили хорошо, какие бы мы тут условия не создавали, все равно в семье, я считаю, детям будет лучше. Потому что у нас в группах по 5, по 7 человек, у нас 6 групп. Все равно воспитатели, хоть они и называют их мамами, но когда в семье ребенок растет, даже пусть в приемной семье, мое мнение, это намного лучше. Потому что там и дедушка, и бабушка, и родственники все за этим ребенком ухаживают, внимание уделяют. И развития у них получается больше. Здоровых детей у нас забирают сразу, а больных, к сожалению, у нас никто не берет. На сегодняшний день у нас 6 инвалидов. Это те дети, которые сами за собой ухаживать не могут, фактически лежачие. И больше половины остальных детей, они с отклонением по неврологии, по психиатрии, ну не подлежат инвалидизации. Однако отстают в развитии, там психо-речевом развитии, в развитии отстают. Ими занимаются и логопеды, у нас коллектив хороший. Помощь республиканских властей, мэрии Черкесска и благотворительных организаций всегда приходит вовремя, говорит Алексей Александрович. Мы всегда получаем от них необходимую помощь, исходя из потребностей. Радуют подарком и вниманием. Только благодаря таким людям наши дети не обделены вниманием. Спасибо огромное спонсорам, которые нам помогают. Последнее время мы же перешли в республику. Ну и до этого мэр города Черкесска постоянно оказывал нам помощь. Ремонт проводили. В прошлом году министр здравоохранения Шаманов Казима Заритолевич на собственные деньги совместно с депутатом провели ремонт полностью одной группы. Мы сделали там красивейший ремонт, это декоративная штукатурка там с лепкой. На потолке там сделали солнце. Ну создали такую атмосферу, чтобы дети радовались. Большую, конечно, помощь нам оказал и мэр города Черкесска. У нас он убрал все тополя, посадил там эти плодовые деревья. В позапрошлом году, в этом году они уже начали плодоносить, уже яблочки висят. Дети хоть узнают, откуда эти яблоки берутся. Мы пытаемся создать домашние условия для них, там огород, чтобы они видели. Они тоже там копаются лопатками детскими, там помогают сажать, чтобы они знали, откуда берутся помидоры, там огурцы. Потому что они живут здесь в замкнутом пространстве и, конечно, тяжело. Когда наших воспитанников забирают домой, усыновляют или же отдают в приемные и патронажные семьи, это всегда радостное событие, говорит главный врач. Как бы мы ни старались, мы никак не заменим родителей. Не тем более семью, говорит Казаченко. И моя мечта, которой не суждено, наверное, сбыться, это чтобы всех наших воспитанников забрали в семьи, говорит Алексей Александрович. В 2006 году мне предложили это место, главного врача. Но я не отказался и решил сделать все возможное, чтобы это учреждение закрылось. То есть всех детей распределить по семьям. Но, к сожалению, я сейчас уже вижу, что оно не закроется. Потому что, ну куда этих больных детей сейчас? Кто за ними будет ухаживать? Всех здоровеньких, я же говорю, 108 детей было, сейчас 34. Всех здоровеньких разобрали, а остались, которые отстают в развитии все. Но мы ими, конечно, занимаемся, мы их лечим, поэтому у нас медицинское учреждение. Мое пожелание, чтобы мамы, которые рожают детей, думали как-то сначала и не оставляли. Потому что все-таки в государственном учреждении это не то, что в семье. По статистике, каждый сотый ребенок в России живет в детском доме. И у всех работников таких заведений, говорит Алексей Александрович, есть одна большая мечта – закрыть детские дома, чтобы отпала в них необходимость. То есть, когда не будет детей, брошенных и нуждающихся в защите государства. В мире, где кружится снег шальной, Где моря грозят крутой волной, Где по долгу добрую ждем порой мы весь. Чтобы было легче в трудный час, Очень нужно каждому из нас, Очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом, Как солнце по утрам, Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, И оно должно быть таким, Когда ты счастлив сам, Счастьем поделись с другим. В мире, где ветрам покоя нет, Где бывает облачным рассвет, Нужно и в грозу, и в снегопад, Чтобы чей-то очень добрый взгляд, Чей-то очень добрый взгляд, Согревал теплом. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом, Как солнце по утрам, Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, И оно должно быть таким, Когда ты счастлив сам, Счастьем поделись с другим. Мы желаем счастья вам, И оно должно быть таким, Когда ты счастлив сам, Счастье поделись с другим. Мы желаем счастья вам, Мы желаем счастья вам, Мы желаем счастья вам, В наше время семей, Где больше двух детей, Очень мало. И когда речь заходит о многодетности, Многие могут сказать так, Вот моя прабабушка Десятерых воспитала и ничего, Но в наши дни все же Многодетные семьи – Явление достаточно редкое. Прежние семьи сильно отличаются От современных. В современных многодетных семьях Основная нагрузка по воспитанию Ложится всего на двоих человек – Маму и папу. Каким образом родители решаются На такой ответственный шаг – Стать многодетной семьей И воспитать пятерых и более детей? Как планируют свое время И распределяют обязанности? Где черпают силы? Как семья проводит свой досуг? Об этом мы поговорили С семьей Крамаренко из Усджигуты. В большой семье Юлии Крамаренко Растет 12 детей. Мама большого семейства Говорит, что дети – это то, Что дает ей силы и желание жить. О том, что семья будет большая, Я никогда не думала, Говорит Юлия. Нет, в молодость я об этом не думала, Но получилось так. Но вообще детей я сама по себе люблю. Воспитывала племянников, Нянчилась. И, наверное, судьба так дала, Что получилось только детей. Обычная многодетная семья, Если это не звездная семья артистов Или политиков, До сих пор в глазах нашего общества Эта семья неблагополучная, Нуждающаяся и малоимущая. Вы очень удивитесь, Но и пособия, по сути, Они получают не по многодетности, А в зависимости от степени малоимущести. То есть каждый раз государству нужно доказывать, Что сколько бы папа ни зарабатывал, Нашей семье этого не хватает, Говорит Юлия Крамаренко. Да, это мы тоже прошли, И иногда это проходим. Но я к этому отношусь как мягко. Где промолчу, Где сделаю вид, что я не слышу, Главное, что у нас в семье все нормально. Всех мамочек всегда волнует один вопрос. Как можно успевать по дому, Когда у тебя столько детей? По словам Юлии, в этом нет секрета. Большая семья – это прежде всего Помощь друг другу, Которая с годами только крепчает. И дети, подрастая, Понимают, как важно Присмотреть за младшим братиком Или сестренкой, Убраться по дому, Что-либо приготовить. Дружные, они помогают друг другу. Они играют вместе, Они что-то, если где-то как, Они, в общем, постоянно они вместе. И также они смотрят друг за другом. Старшая за младшими, Младшая еще за младшими. В общем, у нас все дружно. Когда семья такая большая, То встает вопрос планирования Семейного бюджета. Купить одно, другое, третье. И, как говорит мама большого семейства, Они планируют свой бюджет так, Чтобы в экстренных случаях У них всегда были деньги На непредвиденные расходы. Ну, может, где-то что-то Учемляем. Мы стараемся, как сказать, Растягивать, Чтобы на крайний случай У нас было. Потому что детей много, Может один заболеть, Еще что-нибудь случится, Чтобы на крайний случай У нас были всегда деньги. Только муж приносит Семью деньги, И детские. И еще три года назад Открылся фонд Милосердия. Помощь сиротам, Помощь многодетным. И ко мне приезжали девочки тоже. Мы туда зафиксировались. Они нам тоже помогают. Но они нам помогают Продуктами, питанием. Так что-то экстренно Вдруг нам надо. Мы созваниваемся. Они тут же приезжают. Сейчас, как вы знаете, У нас в Джигуте Открылся этот фонд. Они тоже приезжают. Тоже, как вот, Можно сказать, Помощь и питанием У нас и оттуда войдет тоже. То есть нам уже, Как сказать, Чуть-чуть легче. Ну и так, Мир не без добрых людей. Все равно кто-то приезжает, Спрашивает, Что нужно, Может, в чем-то помочь. Все люди, Как пять пальцев на руке. Отпечаток и форма Каждого из них Абсолютно разные. Так и у детей Всегда разный характер. И подстроиться под всех Невозможно делиться с нами, Юля. Порой нелегко Сразу найти подход К каждому ребенку. Но мы стараемся, Чтобы наши дети Не сомневались в нас. Осознавали, Что родители делают Все возможное для них. Тяжелее всего, Наверное, Как мы все знаем, Но у каждого ребенка Свой характер. И вот каждому ребенку Надо найти подход. И вот постоянно, Один что-то захотел, Начинаешь с ним разговаривать, Второй что-то захотел. И вот получается, Каждому делаешь подход. С каждым годом Число молодых семей, Где есть больше трех детей, Увеличивается. Каждая семья Основательно обдумывает, Сможет ли она воспитать И дать достойное образование детям. И, как говорит Юля, Могу посоветовать только одно. Рожайте больше детей. Чем больше детей в семье, Тем дети дружнее. Сказала бы, Давайте. Лишних детей не бывает. Вот хотя у меня и большая семья, Как говорится, 12 детей Круглыми сутками. Вот я не устаю. У меня свекровь забирает, Бывает, детей. У меня уже все. У меня начинает все болеть. У меня уже чего-то не хватает. Я становлюсь нервной. День-два, все. Я еду, хоть со скандалом, Но я забираю их назад. Я уже не могу. Робот, наверное, не знаю. И у самой 12, И племянников у меня С мужа стороны шестеро. Даже я их умудраю забирать, Привозить сюда. И вот 18 детей в доме. И я активно. Бывает, что приходят к нам соседи. Не кричите, не шумите. Бывает такое. Ну, и всем объясняю, Что это дети. Их ни один, ни два, ни три. И, как говорится, Законы тоже соблюдаем. Строго в 10 у нас мы уже спим. Дети ложатся. А с утра, да, подъем у нас рано. В 6 часов мы уже даже умудряемся Выходить на улицу гулять. Семья – это союз любящих супругов и детей. Еще в семью входит бабушка с дедушкой, Как самые умудренные жизнью люди. Я считаю, что многодетные семьи Являются хорошим примером Для подражания другим семьям. Эти семьи активны, дружны, А главное – счастливы. Нужно быть благодарной судьбе За то, что она свела Два любящих сердца И благословила На такую удивительную, Радостную, многодетную И счастливую семью. Мы все спешим за чудесами, Но нет чудес и ничего. Чем-то земля под небесами, Где крыша дома твоего, Где крыша дома твоего. И если вдруг тебе всгрустнется, То грусть не значит ничего, Когда ты знаешь, что под солнцем Есть крыша дома твоего, Есть крыша дома твоего. Миг огорчения любые Исчезнут все до одного, Лишь вспомнишь звезды голубые Над крышей дома твоего. Над крышей дома твоего. Над крышей дома твоего. И так прекрасно возвращаться Под крышу дома твоего. Под крышу дома твоего. Под крышу дома твоего. Как бы государство не опекало детей в детских домах, А родители своих детей, Помощь со стороны неравнодушных людей Всегда требуется. Я имею в виду людей, Работающих в благотворительных фондах. Их помощь иногда приходит намного быстрее, Чем государственная. Потому что у них нет бюрократических проволочек. То, что делают фонды, иногда незаметно. Но мы и не пытаемся это делать на показ, Говорит член попечительского совета фонда Доброгорец Армида Джанибекова. За эти два года работы фонда Пришло понимание того, Что кто-то нуждается в тебе, И кому-то на данном этапе «Можешь помочь только ты», Говорит Армида. С момента начала работы фонда, Со дня, когда мы решили, Что все-таки этот фонд должен быть, Он должен жить, Он должен помогать. У фонда большой потенциал. И то количество детей, Которым мы можем помочь вместе, Собравшись, Он в разы, в разы превышает то количество, Которым мы можем помочь каждый по отдельности. Те эмоции детей, Родителей, Которые ты видишь по итогам Какого-то реализованного проекта, Или ребенку, Которому ты помог в лечении, Эмоции, они очень дорогого стоят. И сколько бы сил, Времени ты не вкладывал, Эмоциональных сил, Большей частью, Когда ты видишь результат, Ты понимаешь, Что это все не зря. Напомню, Что благотворительный фонд Доброгорец, Созданный молодежью Карачаева-Черкесии, Одна из первых благотворительных Организаций в нашей республике. Фонд Доброгорец официально Был зарегистрирован год назад, Но деятельность началась еще два года назад. Фонд оказывает помощь больным детям, Семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За период работы они сумели помочь 19 больным детям, И оказали помощь нуждающимся семям. Детство мое, Кораблик бумажный, Детство мое, Детство мое, Пускается в путь, Ты меня не забудь. Детство мое, Кораблик уходит в туман, За океан, К синим ветрам. Детство мое, Детство мое, Смешная девчонка, Детство мое, Здравствуй, ассоль, Я прошу, ну позволь, Детство мое, Ну зачем эти слезы и боль, Я ведь с тобой, Буду вечно с тобой. Горды звонкие, Кожа тонкая, Вместе выдержим, Горе не беда. А я маленькой, Рядом с маменькой, В старых паленках, Долг поют, Сюда, Сюда. Детство мое, Скорее стать взрослым, Детство мое, Спешить и спешить, Ах, как хочется жить, Детство мое, Впереди так дорога длинна, Но почему, Все короче она. Детство мое, Заброшенный дворик, Нищий старик, Бросит воды, И скажу я в ответ, Дедушка, пей, А вот я никогда не умру, Нет никогда, Он мне скажет в ответ. Горды звонкие, Кожа тонкая, Вместе выдержим, Горе не беда. А я маленькой, А я там с маменькой, В старых паленках, Топаю сюда, Топаю сюда, Сюда. Горды зубокие, Кожа тонкая, Вместе выдержим, Горе не беда. А я маленькой, А рядом с маменькой в старых валенках То в пою сюда, 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 сюда Согласитесь, в последнее время в Карачаево-Черкесии Делается достаточно много, чтобы максимально улучшить положение детей В республике не прекращается строительство детских садов Открытие новых мест в переоборудованных специально помещениях при средних школах Открываются новые детские площадки, обустроенные по современным стандартам Из года в год уменьшается число родителей, состоящих в очереди на получение мест в детских садиках И надо думать, что уже скоро этой проблемы не будет вообще Изменяется, разумеется, в лучшую сторону лицо детского здравоохранения Снижается уровень детской смертности Повсеместно, широко и масштабно проводятся веселые детские праздники Которые не могут не радовать глаз Берегите своих детей Их за шалости не ругайте Зло своих неудачных дней Никогда на них не срывайте Не сердитесь на них всерьез Даже если они провинились Ничего не дороже слез Что с ресничек родных скатились Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заслевшие ваши дети Перелистывая альбом С фотографиями из детства Скажите, вспомните облом О тех днях, когда были вместе Как же будете вы хотеть В это время опять вернуться Чтобы маленьким песню спеть Щечки нежной губами коснуться Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заслевшие ваши дети Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заслевшие ваши дети Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заслевшие ваши дети Завершая нашу специальную программу Хочется выразить надежду На то, что уже в самое ближайшее время Станет намного меньше детей Живущих сегодня в стесненных условиях Брошенных, без родителей Вне семьи, вне добра и ласки В зоне особой опасности И детей, которым нечего будет вспоминать Во взрослой жизни Мы все в ответе за тех Кто придет за нами За их благополучие Моральное, нравственное И физическое здоровье Так давайте не будем забывать об этом А наша программа Время, когда сбываются мечты Подошла к концу Ее подготовила и вела Журналист Альбина Ухтова Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Таджиев С праздником вас, наши дорогие земляки Мира вам всем Добра и благоденствия Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова